привет дорогие друзья с вами яблочный эксперт и сегодняшнем видео я вам расскажу об айос 13 что будет чего не будет и чего стоит вообще ожидать то есть никогда никто не может предугадать что будет это факт лишь 10 процентов с того что вообще здесь сейчас будет возможно появится но это именно то чего бы хотели все и так нам этого не хватает начнем первое с того что долгожданная темная тема да она есть от smart инверсия но она как бы есть некоторые цвета искажает очень сильно и это есть не очень красиво то есть хотелось бы полноценную темную тему в многих приложениях есть темная тема таких как часы там нас ты компас калькулятор и все 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 могли бы сделать это ко всем относительно или просто темную тему которая не будет так потреблять много энергии как это есть со smart инверсии дальше касается заметок то есть выбрать заметки цвет палитры чтобы он был чисто белым не желтоватый может кому-то нравится черный там но то есть вот как-то здесь нести какие-то настройки коррективы чтобы можно было настаивать под себя этого тоже очень бы хотелось но самое больше хочется того что хочется откатиться на ios 6 не каждый знает может быть сейчас покупать телефон уже со современными айос но и 6 было свое время очень классная быстрая стабильная и айфоны на этом очень славились своим быстрым как бы действием отзывчивость и автономность но дальше все поперло наперекасу и после 6 как мы знаем то есть дать доступ с откатом на и шесту не знал на 44 с есть такой доступ можно откатиться на и 6 дальше касается функция для всех устройств по системе и с то есть сделать более расширено то есть даже то же самое настройки по батарее зайти там на 5s допустим нету информации об заряде аккумулятора именно об износе нужно делать для всех все одинаково как по мне дальше это доступ привет серии для всех iphone ipad без подключения к вай фай или сотовым данным то есть она должна быть более умной более продвинутой данный момент она очень отстает в этом плане поэтому стоило бы задуматься в с 13 бы подправить это было бы очень круто и также чтобы был доступ привести ли заблокированные крана без подключения устройств также хотя бы что-то одно из того что я перечислил здесь поселить сделать это было вообще очень круто дальше возможность изменить расположение иконок в control center может кому-то не нравится здесь нынешнее положение какое-то вообще изменить что-либо свое добавить не обязательно там яркость или звук что-то другое возможно хочется вот это было очень круто дальше это полное отключение вай фай bluetooth меню control center тоже можем знать что нажимаем нажав подключение к bluetooth или вай фай нажимаете обратно она светится беленьким то есть будет подключение дальше работать можем зайти также в настройки вернуться обратно и вот смотрим bluetooth у нас включен отключаем этот bluetooth только после того как здесь отключим здесь отключается вот это очень неудобно тоже разрешает разряжает батарею вот да есть сейчас выпустили приложение shortcuts для серии там можно это все настроить на 5 этаж дополнительное приложение дополнительный разряд и все остальное зачем оно нужно дальше это возможность добавлять больше иконок в тачбар это вот этот вот нижний тачбар есть такие функции жил брейком вы ставите сидию и можете также самое расширять из 5 6 иконок всем сколько вам нужно то есть мне бы хотелось каких-то очень классных наставит то есть я здесь выбрал соцсети но сам факт хочется большего вот в принципе я отобрал 8 таких пунктов я их выложу в описании это ты действительно чего бы хотелось чего не хватает как бы хотелось да также поправить стабильность батарейка чтобы больше держал но опять же что-то касается а с 6 она была самая стабильная самая скоростной и эффективной и довольно таки классической красочной своего рода поэтому если вам понравилось видео ставьте пальцы вверх рассказывайте друзьям делитесь этим видео прожимать и колокольчик чтобы потом не пропускать мои новые видео всем пока